В Пятигорске прошел фестиваль церковных хоров. Обычно каждый коллектив поет в своем храме, а фестиваль собрал всех вместе и представил различные певческие традиции. О самых ярких номерах расскажут наши коллеги. ПОЮТ 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 В этом году на сцену Ставропольского краевого театра Перетты в Пятигорске вышли 10 хоровых коллективов, как и давно сложившихся, так и совершенно новых. Хор Троицкого храма поселка Подкумок под Кисловодском – настоящее открытие для слушателей. Близость к городу-курорту, где удалось найти мастеров вокала, желающих служить своим искусством в храме, и помогла настоятелю, отцу Николаю, воплотив в жизнь давнюю мечту. Прихожане нашего храма, они вообще очень благодарны, что в этом храме появился хор. Они никогда его не слышали, именно чтобы в этом храме был. И вот сейчас они, конечно, очень благодарны, что мы приезжаем, поем. И любое наше произведение, исполненное нашим хором, воспринимается, конечно, с благодарностью, с душою, сердечно очень. Молодые исполнителицы храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы Силаютца под руководством Матушки Виктории завораживают всех красивым византийским распевом. Большинство девушек из церковного хора – гречанки. Это и определило репертуар, подобранный для фестиваля. Очень нравится нам Дима Либоевича, очень близко даже к нашим голосам, к нашим, как говорится, к зубам, к зубам, да, вот Алина наша выступает, у нее очень хорошо получается, именно практически так же она поет, как Дима Либоевича. Церковные хоры радуют слушателей не только редкими духовными произведениями. Академическое исполнение совершенно по-иному открывает известные народные песни. А воспитанницы воскресной школы храма «Утали моя печаль» и поселка Иноземцево своим выступлением доказали – любимые церковные песнопения можно исполнить и на языке жестов. Елена Христосова, Артем Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ».